И я всех вас яро приветствую, Соник выпустил обзор DLC к Spider-Man Remastered на ПК, и поэтому мы сейчас его с вами посмотрим и узнаем, что этот человек думает по поводу DLC. Погнали! Я сказал, что пройду Паука в третий раз, и я прошел. Но я еще сказал, что точно не пройду его на 100%. Все-таки это дрочиво, это муторно, и я его прошел. Извините, я болен, вы знали на кого подписывались. На самом деле я решил зачистить город от бандитов, потому что хотел отомстить за один жестокий случай, но говорить об этом не хочу. Вообще было все не так уж и плохо. Я прошел всякие доп-квесты с очень интересными персонажами. Зачистил все, что можно было зачистить. Так это очень легко и делается очень быстро, и не знаю, что тут такого сложного. Привет от мистера Физ! Эмм, ну ему тоже привет, там, здоровье. Прошел все испытания на золото, и получил в итоге наряд Паука в трусах. Эмм, наряд Паука в трусах, он получаешь, по-моему, не за это, не за полное похождение, но я не помню, если честно уже. Я могу ошибаться. После этого на меня налетела какая-то тоска, ибо даже несмотря на дручево, эта игра всего на 25-30 часов. Просто мелочь по сравнению с сегодняшними играми. Игра геймплейно-залипательная, и хочется еще. И оказалось, что у игры есть DLC. Я честно был без понятия. На PlayStation я их не проходил. Так, вот, если ты играл на ПК, тебе сразу показывают, что DLC активированы, когда ты включил игру. Чем-то, вот опять, человек не смотрит, но я не понимаю, чем он играет, но явно не глазами. Да и не слышал о них почти. Обзоров никаких не видел, их по сути особо-то и нет. Хотя на самом деле это три полноценные дополнения. Поэтому я все прошел, и сейчас обо всем поговорим. Но сперва рекомендация. Что интересно, почему-то я не сказал, что будет говорить детально. Давайте начнем ездить куда-нибудь, наверное, отсюда. Да. В 90-х. Как будто отправился в прошлое, когда мне было 7-8 лет, и я вечером смотрел Паука на Jetix Max. Каждая серия это уникальная история с новыми злодеями, и я кайфовал от этого сериала. Всегда было интересно. Короче, походу он сравнивает DLC с Пауком 90-х. Как этот челик в спандексе справится с очередным суперзлодеем. И я реально подумал, что DLC как раз такие. К тому же мне... А, у Паука 90-х был не спандекс, у него был, получается, тканевый костюм обычный. Так, каждый от DLC это мини-история. Крутой новый злодей. Питер пытается его остановить и получает новый гаджет или навык. Хочется уже более приземленные локальные истории. Ибо глобальные сюжеты, ну, достали. Все они про то, что сейчас землю уничтожат, что появился какой-то вирус, дыхание дьявола, черная смерть, еще какое-то дерьмо. Все плохо, всем хана. Она умерла! Погибла жуткой и страшной смертью! Все, кого ты любишь, почему-то гибнут! К сожалению, эти DLC не воплотили мою фантазию. Как он задолбал растягивать видос по поводу, блядь, беса. Ну, камон. Это так раздражает. Точнее, они сделали это частично. В общем, начинается первое DLC с того, что паук узнает об ограблении музея. Грабитель это какие-то челики из мафии. Плюс еще объявилась черная кошка. Она берет какую-то флешку и рассказывает кулстори о том, что один из боссов мафии заставляет ее красить и флешки. И когда она все найдет, мафия вернет ей сына, которого они похитили. Тогда зачем тебе красть ее? А иначе... Моего сына убьют. Пауку, которого интеллект на уровне гения... Вау, шуточки из-за взоров на Бэтмена, вау. Конечно же, ей верят и помогают. Угадайте, что оказывается в конце. Никакого сына нет. И кошка все наврала. Не может быть. И разочарование наступает тогда, когда приходит осознание, что на самом деле DLC имеют один общий сюжет. Причем очень слабый, где есть злодей Кувалда, который ворует у Сильверсейбл технику, чтобы стать самым влиятельным мафиози в городе. И, собственно, всю сюжетку дополнений мы этим челиком и занимаемся. Но как бы он собирался не самым влиятельным стать, а вернуть уважение и страх. Потому что, как он говорил, маджию больше не боятся и не уважают. Он хотел просто вернуть старые времена. Не поймите меня неправильно. Игра в плане Паука интересна, он все так же кринжово, но очаровательно шутит. Как он допрашивает бандитов, вообще вышка. Он допросил, по-моему, всего лишь одного бандита. Вот этого. Все. Ладно, ладно, ладно. Я сдаюсь. Или как он все время пытался получить пять от Сильверсейбл. Черная сталь. Очень твердая, очень уязвимая. На грил. Да, согласен. Их отношения очень милые. И видно, как развиваются его отношения с самым важным, что есть у него в жизни. Хо-хо-хо-хо. Ай, я люблю тебя. Пицца-тайм. Опять же, этот паук топ, но в этих DLC еще ему очень сильно не повезло. Потому что ему приходится в основном иметь дело с женщинами. У нас кошка, которая все время обманывает и использует паука. А он слишком добрый и немного... Дебил. ...поэтому делает всегда, что она хочет. Еще у нас Сейбл, которой герой постоянно пытается помочь. Но она все время негативно к нему относится. Чем я тебе не угодил? Стой! Ты что, Джеймсона начала слушать? Так же, конечно, у нас МДжей, с которой паук начал опять встречаться. И тут... Вот просто к чему это все говорит? Где здесь вот... Блядь, я не понимаю, это человек, а ты делаешь обзоры на DLC. Так давай про сюжет, про квесты, про все вот это. Вот нафига ты говоришь, что здесь много женщин и кто что делает? Это, блядь, просто бред. Я вообще не понимаю, смысл этого обзора, если он вообще про DLC пока что ничего толком-то и сказал. Скажу, что все-таки это игра про супергероя. Тут паук летает и тому подобное. Поэтому не стоило перебарщивать с реализмом. Разговоры с Мэри Джейм почти все-таки... В Бэтмене ты каждый обзор ныла, что там нет реализма. Тебе здесь дали чуточку реализма, ты теперь ноешь, что слишком много реализма. Чел, определись уже. У тебя что, биополярочка или что? Кто знает, я уже давно перестал пытаться понять Фелиция. Ах, Фелиция? То есть у нас в Бэтмене мужик наряжается в костюм летучей мыши и ломает кости гопником. Ну, нужен реализм. Здесь у нас паук летает, блядь, на паутине, человек-паук. Здесь переборщили с реализмом. Блядь, чел, определись, кто ты и про что ты говоришь вообще. Вы что, друг с другом на ты? Ну, можно, наверное, и так сказать. Фелиция никогда не торопится. Она очень методична. Да неужели? А... В последнее время в твоей жизни много женщин. И ни кем из них непросто. Кроме тебя, конечно. Хм, то есть я, значит, простая. Женщина, да. Опять же, слишком реалистично и натурально. И, конечно, не стоит забывать про Юрия. Паук, зацени. Как же он растягивает видос, я прям не могу. Подарок от моего мелкого. Вот черт, этот перс умрет через 3 секунды. И че? Юрия теряет свою команду, становится очень жесткой. И после этого все время унижает паука. Мы должны работать вместе. Катись отсюда, к чертовой мать. То есть она его послала, потому что у нее очень сложный период. Она потеряла всю свою команду. Ей от этого больно. Ей... Она хочет отомстить. И он ей лезет, мешает. И получается, она его тем самым унижает. Чего, блядь? В итоге ее сюжетка ничем особенным не заканчивается. Конечно, выйдут какие-нибудь геки и скажут, что нужно было комикса читать, что Юрия это рейв. И тут показывается ее становление. Но я не должен читать миллиард первоисточников, чтобы игра стала интересной. А зачем тебе читать? Тебе дали становление персонажи. Все. Там есть намеки на продолжение. Все. Тебе не обязаны давать конец какой-то. Потому что это затравка на продолжение. Это открытый финал. Чувак, ты знаешь понятие открытый финал вообще? Пойди, пожалуйста, почитай. Может, чего умного наберешься. На самом деле задолбали эти гики. Не знаю, как с ними общаться дальше. Вообще сил нет. Гиком лезть не надо. А ты еще кто? Кто ты? Гиков трогать не надо. Ну как он растягивает? Я не могу, блин. Он так растягивает свои ролики. Как это бесит. Ну не можешь ты наполнить их контентом. Подожди. Не выпуская ролик так быстро. Посиди. Подумай. Впиши что-то в сценарий. Нет, я буду растягивать видос тупо ради того, чтобы вспихнуть рекламу. Боже, право, какой он... Как мне это вмораживает, пожалуйста. Растягивание просто ради растягивания. Понимая себе, ролик растягивали интересным, продуманным и... Ну, короче говоря, контентом. Здесь вообще просто растягивание ради растягивания. Из всей этой шуточки, то следить за персами и за развитие их отношений более-менее интересно. Та же Сейбл в оригинальной игре довольно кринжовый персонаж. А тут она раскрывается лучше и каждый момент с ней довольно прикольный. Да что это с тобой? Ты же из хороших парней. Да, я из хороших. Но я не парень. Ну, в том-то и дело. Да, скорее всего, перевели непонятно. Типа, good guys, типа, можно по-разному перевести, там, мне кажется, зависит от этого. От контекста. Я не знаю, что он ему ответил в оригинале, а после предположения я сходую. Можете правильно перевели, я могу ошибаться. ...что дальше вот этих микросюжетов в игре ничего интересного в плане истории нет. Злодей просто ни о чем. Хочет больше власти и делает из себя киборга ради этого, типа, вообще насрать. Так что сюжетится такой филерный. Есть некое разочарование после прохождения. И, к сожалению, с геймплеем все еще хуже. Слушайте, я бы мог сказать, что все на высоте. Вы бы сказали, да, это так, абсолютно согласен с этим мнением, лайк и репост. На что только люди не идут ради просмотров. Но я должен сказать все-таки как есть. Но для объективности сперва плюсы. Как он растягивает, я сейчас это говорю, он загибал. Компания первой DLC на удивление очень классная геймплейна. Оно как раз делает то, что должно делать хорошее дополнение. Например, в оригинальной игре ты уже наизусть знаешь паттерны врагов. Набиваешь там 150-200 комбо. Поэтому тут добавили новых каких-то врагов. Громелы с пулеметами, летающие чуваки со щитами и так далее. Это клево. Приходится с ними считаться. И вообще-то плюсик для всех трех DLC. Ибо новые враги появляются постепенно. Ну и первое дополнение еще приятно удивляет разнообразием миссий. То задание с паукоботом. Реально очень классная погоня за кошкой. Так, а дальше? Или вот первый прикольный стелс-момент в игре. Когда можно отдавать приказы Фелиции. То есть он показал погоню просто финальную кат-сцену. Чел-гений. И вы вместе по-тихому всех врагов вырубаете. Все это что-то новое или что-то, что улучшает механики оригинала. Как что-то новое? Это то же самое, что было в Batman Arkham Knight. То же самое. Почему-то про это он ни слова не сказал. Поэтому за это плюс, классно, уважение, респект мне было весело. Но потом ты запускаешь второй DLC. И в этом моменте у разрабов, видимо, фантазия закончилась. И я сейчас не шучу. Почти все миссии превращаются в битэмап. То есть где-то три часа после начала второго DLC ты просто избиваешь врагов. Контекст меняется, конечно, но суть одна. Ты дерешься, дерешься и дерешься. Игра не дает передохнуть. Если не считать миссию с охраной сып... Но он, видимо, ожидал, что будет совершенно другая игра в этих DLC. Видимо, это он ожидал. Но, видимо, он не подумал, что он будет играть в DLC к Человеку-пауку, где ты все равно будешь драться при любых условиях. Она довольно классная. И финального босса, то можно сказать, что DLC забывают про креативность, что была в оригинале и в первом дополнении. Даже не буду говорить о том, что разрабы добавили в игру миссию с преследованием из ассасина. Да, это реально. Чего, блять? То есть, секундочку, раз персонаж преследует другого персонажа, значит, это ассасин? Когда это стало ассасином? Почти в любой игре есть преследование в том же, блять, Бэтмене. Ты до хера кого преследуешь? Это не ассасин, чувак. У тебя ассасин головного мозга. Это не так работает. То есть, если у него добавили одну механику, чтобы преследовали, значит, все, это взяли из ассасина. Ну, просто чел, гений. Во второй мафии ты тоже преследуешь дофига народу. Чего, тоже ассасин, да? Все-все-все скопировались ассасина, да? Ей-богу, лучше бы ты продолжал делать ролики про ассасина, но не лезь ты в другие игры, а? Это очень кринжово получается, чувак. И тут мы подходим к главной моей претензии к этим DLC, а именно открытый мир. Проблема в том, что сюжет дополнений развивается все так же в Манхэттене. Только у каждого DLC свой собственный открытый мир, в котором надо зайти, чтобы выполнить кампанию и активности. Все они почти полностью одинаковые. Останови бандитов, пройди испытания. Я ругал оригинал за подобные челленджи. Хотя в итоге все же к ним привык, прошел, особого восторга не было. Ну, окей, надеюсь, дальше подобный контент не завезут. Но завезли. Причем он стал душнее и тяжелее. Но душнее и тяжелее, это, видимо, только для тебя. Потому что я, например, выходил, это с удовольствием, мне нравилось это делать. Это легко и весело. Так что это, чувак, вкусовщина, так бы и сказал. Мне стало тяжелее и душнее. Это мое мнение, мой вкус. Вот и все. Претензий бы не было. Чего? Типа он говорит про вот Эмиди, ну как бы да, ну как бы нет. Потому что нужно следить за линией, потому что нужно ломать эти вот генераторы в определенном порядке. Если ты сломаешь не в том порядке, тебя током шарахнет. Идиот. Просто тона. Он занимает где-то в два раза больше времени, чем сюжетная кампания. И все для того, чтобы DLC оправдывали на консоли ценник в 25 долларов. Потому что иначе я не понимаю, зачем нужно было создавать собственный мир для каждого DLC. Все это дрочиво стоило вырезать. И добавить в оригинальную игру просто сюжетные миссии. При этом вырезав также всю душниловку, где часами надо избивать меписей. По сути, DLC на три часа просто попытались растянуть как можно больше. Разделили на три части. Добавили много филерных миссий с той же чуделой. Которые ни к селу, ни к городу. И много собирательства, драк и прочее. Я такое не уважаю. А знаете, что я уважаю? Да, давай ты договори. Тех, у кого есть чувства меры. Полностью согласен. Я определенно не считаю DLC прям ужасным. Я чуть не видел, что там уж чем-то перебарщивали. DLC вот с этим активности. Они быстрые, легкие, там от силы по 3-4 штуки на каждую. Проходить, блядь, буквально за минут 15 можно вообще все пройти. Именно вот эти все активности. Ну 15-20 минут максимум. Ты не будешь сидеть и, как ты сказал, надрачивать душниться. Значит, это проблема в тебе, раз тебе душно, и ты надрачиваешь сидишь. А что-то в себе проблему поискать, а не в игре. Опять же, спайди я люблю и шарм этого героя спасает. Человек-паук. Спасибо за все. Но все же DLC не дотягивают до уровня оригинала. Даже гики были в шоке от такого доу... А, то есть это гики именно, да? То есть он, вот смотрите, он узнал новое слово, еще будет его в каждый ролик пихать. Я гарантирую это. И с чего он еще что-то именно гики оценивали? Вот почему именно гики? Типа только гики в игре играют, да? Да, чел. И он сейчас по-любому опять эту вставку с тем парнем, про гиком говорит, сделает, да? Предсказуемо. Очень предсказуемо, чувак. Твой юмор, мало того, что плоский, он используется не для того, чтобы рассмешить зрителя, а растянуть ролик еще на какое-то количество времени, так он еще и пиздец, как предсказуем. А, да. Трогать. Трогать гика не нужно. В общем, будем надеяться, что оригинальные разрабы просто перешли ко второй части, а DLC делали какие-то второстепенные команды. Иначе надо начать волноваться за второго Спайдермена. В итоге получается 6 из 10 за эти дополнения. Но так или иначе, я определенно жду вторую часть. Несмотря на все косяки, я вижу... Чуваки сделали лайтовое DLC, которое не заставляет игрока напрягаться. Все, надо волноваться. В сиквел выйдет херовым. Господи, чел, если с таким подходом подходить вообще ко всему, то лучше и не жить вообще. В этой серии очень большой потенциал. Ей есть куда расти. На сегодня все. Не забывайте ставить лайк. Давайте остановимся на знаке чудила. Ну, короче, чел, как обычно, рассказал много чуши. Не разбирается человек вообще в том, что он играет. И он выдает свое собственное мнение, свои собственные вкусы за факты. Нельзя так делать. Я так никогда не скажу, что вот игра хуёвая, потому что она хуёвая. Я скажу, это для меня она хуёвая. Мне это не понравилось, конкретные моменты. Я это буду указывать, если буду делать какие-то обзоры. Как, например, я делаю с вкратце. Я говорю, что мне там не понравилось в том-то фильме. Мне понравилось здесь, а не понравилось тут. Вот. Как, например, я буду делать с вкратце на первый Амейзинг с Гарфилдом. Там будет очень много минусов. Я буду говорить, что это мне не нравится. Вот. И этот человек пытается растягивать свои ролики просто ради того, чтобы впихнулась реклама. Потому что реклама впихивается ради, из-за большого хронометража. Где-то минут на 15 ролик сделаешь, и тебе реклама обеспечена. И он растягивает его всеми возможными способами. Просто растяловки ради. Это очень низко, подло и тупо. Тем самым человек показывает, что он не может пилить нормальный, интересный контент. Он не может наполнить свой ролик контентом. Именно чтобы зритель был заинтересован. Ему было интересно все это смотреть. Нет. Он просто берет и пересказывает совершенно не те вещи, какие надо рассказывать. Он вставляет не те вставки, какие надо вставлять. И тем более он вставляет уже вставки по несколько раз. Просто ради большего хронометража. И вследствие рекламы. Так контент не делается. Из-за этого я этого человека не уважаю. Мне он не нравится как контент-мейкер. Потому что, ну, вы все сами видите. Человеку просто плевать на то, что он делает. Он делает это сугубо не ради того, чтобы донести свою мысль, интересно подать ее. Я не знаю, ради чего он делает. Он делает это просто ради, просто ради чего-то. Сделать ролик. Смотрите, типа я поиграл в игру, я разбираюсь. Все. Я так же могу сделать, например, я не играл в, допустим, Assassin's Creed Odyssey. Да. Зайти там пару минут, побегать. Все, я могу сделать ролик. Просто так же, как он, видимо. Ну, типа я не понимаю, как это работает. Ну, вот и все. Я советую вам поставить лайк на мой канал, подписаться на мой канал. Поставить лайк на этим видео, написать комменты и так далее. В общем, вот такой вот ролик от этого человека. Я не знаю, что еще о нем можно сказать, но мне он не нравится. Я, может, даже перестану делать на него реакции, потому что, ну, смысл, у него одни и те же ролики идут. Просто меняется игра. Все. Формат тот же. Растянуть ролик настолько, насколько это возможно, всеми, всеми способами. Рассказать об игре поверхностно. Выдаст свое мнение, свое нытье за факты. И как он, кстати, опять, сегодня не сказал, за детальный разбор игры. Почему-то сегодня он не сказал, что будем детально разбираться. Неужели он мой ролик посмотрел? Но было бы круто, если он посмотрит этот ролик и что-то изменит в своем формате, в своем подходе к созданию роликов. В общем, я с этим заканчиваю, с этим роликом. Всем удачи. Всем пока-пока.